13 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Азиатского банка развития во главе с президентом банка Токихиху Нокао. Подробно рассмотрены перспективы взаимодействия. Внимание уделено разработке и реализации долгосрочных стратегических и программных документов по модернизации ирригационно-дренажной и автодорожной инфраструктуры в нашей стране, включая совершенствование системы управления, внедрение механизмов государственно-частного партнерства, подготовку кадров. В этот же день, 13 ноября, глава государства провёл видеоселекторное совещание по вопросам дальнейшего развития животноводства, птицеводства, рыбоводства и шелководства. Были подробно рассмотрены вопросы, препятствующие развитию данных отраслей. Обсуждены задачи обеспечения кромовой базы, её расширение за счёт имеющихся ресурсов. Подчеркивалась необходимость улучшения пород в животноводстве, использование новых технологий в направлении птицеводства, рыбоводства, кролиководства, актуальность налаживания кооперации. Рассмотрены также приоритеты шелковой промышленности. По всем обсуждённым вопросам заслушаны отчёты и предложения ответственных руководителей и хакимов. 14 ноября президент Шавкат Мерзиёев принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию. Обслуждены практические аспекты расширения сотрудничества по повышению потенциала таможенных органов на основе внедрения международных стандартов, оснащению постов современными комплексами и оборудованием, усилению борьбы с правонарушениями, обучению специалистов в ведущих зарубежных центрах. Достигнута договорённость о совместной разработке и принятии в ближайшее время дорожной карты по углублению взаимодействия. 15 ноября президент Узбекистана провёл совещание, посвящённое анализу проводимой работы по развитию фармацевтической отрасли и обеспечению населения лекарственными средствами, а также обсуждению приоритетных задач на перспективу. Особое внимание уделено задачам по обеспечению населения и учреждения здравоохранения доступными и качественными препаратами, медицинскими изделиями и техникой. Ответственным ведомствам поручено сформировать перечень новых осваиваемых видов продукции, разработать перспективные проекты совместно с крупными зарубежными фармпредприятиями. Указано на необходимость расширить в ближайшие пять лет номенклатуру оригинальных лекарственных средств отечественного производства минимум до 100. Организовать с этой целью современный технопарк в Кибрайском районе. Президент поручил разработать пятилетнюю концепцию по развитию фармацевтической отрасли.